приветики добро пожаловать в новый влог у меня сегодня наконец-то прилив бодрости поэтому пока у меня не закончились силы давайте начнем с распаковки у нас же с вами скоро новый год это не тяжелое если что я кое-что заказала и немного по-другому себе это представляла я думала я буду доставать все сразу в таком сложенном виде ну ладно будем собирать вместе короче у меня две посылки из-за и чем дэм и смотрите я увидела у них новую коллекцию и вот такие красивые декорации насколько я понимаю они должны еще и быть с подсветкой я взяла сразу кабель и правда без лампочек но сейчас будем с вами вообще разбираться что к чему это вот такая типа как звезда смотрите они сейчас много где есть и по ценам я смотрела в разных магазинах они приблизительно одинаковые то есть в h&m с ценой не загнули может на алике конечно дешевле но там я не успела посмотреть что происходит я скажу вам так я не стану ее фиксировать до конца потому что сюда внутрь нужно вставить механизм с лампочкой сразу же иначе я боюсь что я потом ее обратно не сложу но декорация очень красивая как оригами немножко и она достаточно большая я вообще-то хотела повесить это на стену но понимаю что этот тумач но она будет сильно оттопыриваться очень аккуратно нужно обходиться с этой звездочка иначе она быстро пачкается там как-то гнется но издалека не будет видно и она не кремовая снежно-белая у меня сейчас ожидание реальность вот можно сильно смеяться мне очень хорошее настроение я заказала новые подсвечники думала что они будут маленькими девочки три подсвечника ведь они такие не маленькие я бы даже сказала массивные и они были еще и в золотом цвете конкретные но они как раз красиво будут смотреться на большом столе как взять три кто-то может подсказать вот я уже сразу прикинула в какой цветовой гамме у меня будет стол еще и свеча сюда не помещается вообще что происходит странно почему продаются такие конусные свечи которые не подходят в их же подсвечники до свечи сюда все-таки нужны поменьше потому что вот достала из юзка и она сюда хорошо влезает но девочки по цвету опять же не то есть вот такие закрученные и в h&m много где можно и самим сделать при желании но я не хочу сейчас этим заниматься поменяю наверное и вторая посылка у меня с платьями правда не знаю как я смогу это все надевать с корсетом и с моим опухшим животом но знаете ли давайте все таки попробуем начинаем примерку платьев это я оставлю но из премиум коллекции h&m такого нежно серо-бежевого цвета еще получше от парю рукав он расширенный все такой вот свободной и само по себе платье не в обтяжку она на подкладке у меня 34 размеры я предполагаю что она должно вот так немного свободно сидеть когда здесь спадет отек то будет еще лучше даже если не на рождество то я надену его например на день рождения или на новый год я бы такое купила себе из льна какие-то нарядные сережки с циркониями и тоже нарядную обувь она на меня еще и не чересчур короткая но если вы высокая девушка то конечно на вас она будет больше мини сейчас покажу вам платье миди или даже максим которые я хотела бы надеть именно на рождественский вечер предрождественский это как бы сатиновое платье кстати в жизни она очень красивого оливкового цвета и вообще почему-то в камере выглядит не настолько выигрышно как в реальности и его нужно хорошо сбрызнуть антистатиком так как я его только сейчас надеваю не знаю останется или нет не стала этого делать длина все таки макси кстати сзади здесь вот такой разрез очень элегантная я побоялась брать 36 или эску взяла самый маленький потому что в h&m не угадаешь оно должно сидеть свободно но зачастую в таких моделях если брать типа по свободнее еще да то они потом на мне болтаются ну и в груди тоже нормально да я его точно оставлю и что с цветом что с цветопередачи я вот не могу понять но есть разных цветов я кажется даже во время цветокоррекции это не вытяну но имейте ввиду что это зеленый как вот такая ель возможно мне еще слишком рано надевать такое обтягивающее но в целом не очень да и плохо как мне кажется потом тоже буду носить даже весной это платье из h&m но трикотажная трикотаж не чрезмерно тонкие но есть в разных расцветках мало того что здесь вот спереди такой разрез хотелось бы чтобы она была еще длиннее ну то есть на мой рост видите прям вот хочется чтобы она была макси ну уж как есть и сзади здесь вот такая открытая спинка мне очень нравится цвет я хотела себе что-то не черное не белое не бежевое хотя бежевое сначала добавила в корзину она совсем недорогое если у вас будет еще и купон на скидку то советую она очень элегантная не только на праздники даже на каждый день не просвечивается у меня тоже наверное xs да ну потом ну или 34 что-то в этом духе моя небольшая победа мне поменяли страховочную машину выдали mitsubishi я уже два раза ездила на ней пока что мне все очень нравится и она кстати полу гибридная то есть заправляется бензин но также есть большая батарейка которая автоматически заряжается и не нужно подключать к зарядке а когда тормозишь то заряжается батарея вот и это тоже полноприводная как моя я сказала что мне не нужна машина которая будет такого же класса как моя и мне быстро нашли какой-то вариант который который выдали буквально там через час и только нужно было поехать самой забрать очень приятная плавно едет но езжу я сейчас немного мне вообще нужно чуть-чуть повременить но после аварии лучше не затягивать а садиться и продолжать ездить иначе может быть травма на долгом и также самое главное что меня сейчас мотивирует ездить это то что у меня нет выхода то есть из нашего села так сказать мы живем вроде как в кракове да она в пригороде и очень много срочных дел которые я не могу ни на кого приложить в том числе реабилитация никто за меня не поедет а это я сейчас пришла девочки машину была вчера в аптеке и купила кое-что для веночков девочки говорят оля и раз ты нормально себя чувствую что давай делайте кстати я сейчас чтобы не заразиться постоянно хожу в масках вот в этом году я мягко говоря не в форме поэтому я не съездила на цветочный рынок девочки хотели приехать меня проведать мы как-то так спонтанно и даже не запланированно решили все-таки делать и каждый что-то привезет я купила в цветочном веточки амелу и не получилось как-то знаете супер дорого я хочу вам сказать что даже хорошо потому что я могла купить по одной-две веточки того что мне нужно они целыми охапками на цветочном рынке практически все продается оптом ну или нужно искать в основном это все-таки опт взяла один веночек себе девочки покупают отдельно себе также малым и мне еще один веночек привезут и я уже потихоньку начала все раскладывать специально занялась этим пораньше чтобы я смогла прилечь и отдохнуть я очень люблю это дело и вообще мы с девочками договорились что они приедут и мы вместе это все разложим они также привезут какие-то вкусности что-то еще но я чувствую что у меня есть силы поэтому я раскладывала рассматривала все что у меня здесь есть я практически ничего не докупала в этом году но кроме каких-то живых веток да вот это только купила вот это не помню было или нет типа как заснеженная очень красивая правда и вот это девочки тоже натуральные веточки из цветочного они ярко красного цвета мне так нравится наверное один венок я сделаю в натуральных таких тонах а второй в красном но это не точно вот эти бантики купила и вот такие интересные декорации также шишки но вообще девочки тоже приносят что-то у нас всегда получается такой огромный микс и все что-то можно сделать девочки вот эта ель то ли голубая я не знаю как она называется по-русски в польше это нубелис и он практически не пахнет по сравнению с классической елью зато он так дико не осыпается и он более стойкий особенно если повесить снаружи то вообще может висеть несколько месяцев один будет снаружи вот этот большой а второй вот сюда вот моя коробка со всяким добром но здесь очень много всяких пакетов уже полу пустых и это именно ящик со всем что мне необходимо для создания чего-то своими руками отдельно храню шарики такие кремовые не знаю пустим их на венки или нет потому что они вообще предназначены для маленькой елочки тайна большую можно повесить или вот такие красные еще люблю все это класть в подсвечники здорово смотрятся вообще здесь у меня просто елочные игрушки о которых я забыла говорю как есть уже несколько лет подряд у меня с моими самыми близкими подругами есть традиция мы несмотря ни на что собираемся и делаем вместе рождественские венки в этом году к сожалению с нами не было насти потому что она переехала в другой город и тоже была занята именно в это время мы собрались спонтанно но я верю что в следующем году мы будем в полном составе лилька в этом году делает не только веночек а стоячую композицию и сюда бантик прикрепим я кстати тоже буду собираюсь но не могу найти свою форму так каждая что-то принес анетка а это я отжала у лили анки потому что очень хотела лайма сушеные мне не захотели их продать поштучно теперь буду делать и свой венок анетка купила свежий эвкалипт мы встречаемся с девочками гораздо чаще чем один раз в год но у каждой из нас своя личная жизнь и мы также работаем и поэтому вот так чтобы несколько раз в неделю ну совсем не получается а тут вообще даже если будет конец света мне кажется мы все равно отменим его потому что мы сами придумали и создали для себя такую традицию перед праздниками чтобы не было обязательно собраться найти время сделать что-то приятное любимое и также поболтать поделиться на болевшим посплетничать рассказать о чем-то хорошем что произошло мы поддерживаем друг друга и в этом году я еще больше убедилась в том что друзья познаются в беде и уж как-то так повелось что мы всегда собираемся у меня дома и весь наш зал превращаем небольшую мастерскую в этом году девочки также приносили вино и просека я только цокнула с ними также мы заказали пиццу и вот что у нас получилось я забыла заснять композицию которую лилька еще делала но веночков в этом году у нас тоже предостаточно каждый из них уникален и мне кажется даже по почерку уже можно узнать где чей веночек нам очень понравилось и обязательно встречаемся и в следующем году за такими же приятными делами у нас уже утро я начинаю развешивать декорации вот этот венок у нас будет дома потому что он поменьше он хорошо вписывается во всю атмосферу такой немножко дикий пушистый и натуральные здесь не так много елочных игрушек а больше каких-то засушенных вещей и яблоки и лаймы апельсин и еще какие-то штучки корица веточки которые я купила в цветочном магазине и он прям такой объемный у нас правда была огромная проблема с клеем он вообще ничего не хотел крепить нужно быть осторожным в следующий раз не покупать то что было в этом году нам учились мы знатно я уже повесила венок на дверь мне очень нравится как получилось такой натуральный с красным акцентом пушистый и праздничный томок уже убрал летние цветы и поставил сюда елочки интересно он их посадил или нет я как-то пропустила этот момент еще сюда я хотела бы сделать декорацию в таких же цветах но нигде не могу найти свою звезду возможно в этом году будет без нее этот венок делал захар нужно их спросить куда они хотели бы их повесить потому что это все-таки детские старания ведь и еле держатся е-мое обидно однако но ничего такое тоже случается не все клеи одинаково хорошо как оказалось и у нас были просто для декора не строительные этот венок делал игнат он приехал из декорирования пряников ездил с другом потом вам покажу что они сделали и он выбрал такие кита оранжево натуральные цвета вот это просто ему понравилось серебристой он приклеил я не командовала клеил то что он хотел потому что это развлечение и полет фантазии детей они мое видение и пусть делают то что хотят смотрите какие классные вот эти мандарины или это апельсины я не знаю но потом когда венки уже испортятся засохнут и начнут осыпаться то я это аккуратно поснимаю и оставлю на следующий год у меня к сожалению не получилось поехать на декорирование пряников с кондитером и над пол не только с другом там присутствовали и другие одноклассники ну ничего в следующем году поеду с ними вот такой сапог это мишка игнат сам делал звездочка она посыпана кокосом и елка все это еще запаковали с такими наклейками в целом ему понравилось но просит чтобы мы сделали еще и дома у меня все больше сил я думаю что мы этим займемся через несколько дней но в любом случае продуктивно провели выходные пока я там ремонтировалась и приходила в себя мне пришел подарок это сюрприз из магазина на ну на на и до сих пор его не открыла давайте сделаем это вместе кто не любит подарки вот скажите мне как мило спасибо большое здесь должно быть что-то вкусное и красивое леденцы праздничные можно использовать где-то в декорациях или съесть небольшой шоппер для покупок праздничный у вчера мне пригодилась бы ну ничего останется на следующий год я люблю такие цвета керамическая чашка какая прикольная и еще одна в виде деда мороза и они такие большие знаете заварить чай и греть руки попивать что-то теплое вечером или днем когда там захочется я не люблю маленькие чашки так что супер для меня ничего себе это горький шоколад это вообще обалденный подарок такой знаете не навязчивый и не алкоголь и красиво так по праздничному тоже с бантиком супер какой прикол это девочки мыло для рук это мы подарим папе тома к а вот это очень прикольно это шоколадные шары темный шоколад наливаешь молоко я думаю что его нужно подогреть здесь точно есть инструкция и потом бросаешь такую бомбочку когда нужно выбрать какой-то недорогой подарок на празднике то чашку и такой шоколадный шар я не знаю заметили или нет но уже нет комода на фоне я успела его разобрать перед операцией и отдать и правильно сделала потому что сейчас пришлось бы как-то знаете или напрягаться или ждать а я не очень люблю ждать и я уже выбрала такую типа как этажерку на фон куда я могла бы поставить что-то интересное менять это все но доставка какая-то слишком дорогая из каких-то скандинавских стран и ждать достаточно долго ждать я не люблю и как бы пока что не определилась я сегодня наверное впервые после операции чувствую себя так знаете гораздо лучше это прям ощущается я уже на ногах 5 часов и нет вот этой усталости что я просто падаю это может произойти через час когда угодно но у меня очень хорошее настроение мне этого прям не хватало ну то есть я уже начала знаете так сама себя раздражать от того что я такая какая-то бессильная да я что-то там постоянно делаю но уже хочется и то и это и кажется что ну все сейчас как встану да как начну а потом нет пожалуйста прилегайте отдыхайте но мой хирург вчера на консультации сказал что организм тратит очень много энергии на то чтобы восстановиться и на то чтобы все там зажило и это не только последствия наркоза и я заранее готовилась ко всему к этому и как разная херби были большие скидки я заказала то что мне необходимо во первых я стараюсь на регулярной основе принимать магний это очень хорошо для нашей нервной системы и вообще для организма для наших костей для мышц и у очень многих людей недобор магния и когда-то еще очень давно нутрициолог назначила мне и такую форму магния и также дозировку которая мне идеально подходит и я прямо чувствую разницу не сразу не с дня но достаточно быстро когда я начинаю его принимать фирма здесь не настолько наверно важно потому что я пробовала несколько и главное брать вот такой ну как на мне это работает я покупаю такой магний на и херп потому что больше не продается такая дозировка и такая форма от 350 и выше раньше я брала 400 потом пропала с продажи и беру вот такие раньше тоже форма приема была более удобная а сейчас такие капсулы большие их нужно четыре штуки в день я принимаю 2 утром и 2 вечером магний тоже хорошо принимать перед сном потому что тогда и лучше засыпаешь у всех у кого там проблема с бессонницей вы конечно консультируетесь с врачами только показываю то что принимаю я и то что мне назначают можете покопать как бы в эту степь до узнать если например нет возможности обратиться к нутрициологу нет каких-то толковых врачей изучайте ту же сами информацию но капсулы не маленькие и я брала прям такое большое ведро она еще не закончилась но пока были скидки 25 процентов я взяла надо было брать больше я что-то как-то не знаю не в себе в общем заказала тоже магний глицинат 350 от другого бренда могу вам тоже оставить ссылку и также витамины группы b если раньше я принимала отдельно бешки ну там большие еще какие-то мне тоже назначали b12 и фолиевая кислота у меня в отдельные банки а потом я начала сама уже изучать и читать отзывы сравнила от того же бренда витамины b группа и здесь тоже есть и фолиевая кислота в такой же дозировки как мне назначали и витамин b12 и здесь вот прям целый комплекс с кальцием между прочим и много еще с чем и и его тоже хвалят многие врачи здесь в польше именно бренд life extension вот такой поэтому сейчас буду принимать магний и вот эту вещь пробиотики пробиотики после каких-то антибиотиков тоже когда у меня был нейродермит аллергия когда в принципе очень сильное нервное напряжение это тоже сказывается на жкт и пробиотики которые тоже назначал меня нутрициолог я принимаю периодически не постоянно сейчас после антибиотиков операции взяла повторно у меня они были заканчивались как раз очень очень вовремя приехали и это то что действительно меня хорошо выручила потому что я вам рассказывала в прошлом блоге что не все так просто все это очень смешно потому что я на всякий случай заказала себе калий цитрат калия потому что он лучше усваивается и вчера была на консультации и рассказывала доктору что у меня какая-то такая дикая слабость и это тоже может быть связано из потери крови и она говорит да такое может быть попринимать калий я такая если он у меня тоже есть и у меня вот такой вот на уфудс и он девочки не очень приятно ну то есть как его можно растворить и в соке тогда будет окей одну четвертую чайной ложечки в день он в виде порошка и вроде как такая форма тоже лучше всего я не пью соки сладкие и свежевыжатые тоже и короче растворяю в воде такой терпеть можно но его не на постоянной основе 20-30 дней и для сердца и для нервной системы много для чего и тоже говорят что магний именно в сочетании с калием отменно работает перед операцией девочки я сдавала не просто общий анализ крови там у меня было много чего-то именно перед операцией но я добавила еще и гормоны и железо витамин d много-много всего что-то одно я важное пропустила ферритин я не знаю как я это прошляпила но ничего придется дождать и вообще через какое-то время тоже проверюсь но витамин d у меня был понижен и я достала тот который у меня есть у меня он жидкой форме не очень удобная между прочим но он идет сразу с витамином к мне каждый раз сейчас нужно брать в банку и перечитывать каждый день когда что принимать у меня вообще память сейчас как у рыбки я не знаю что со мной происходит я перепутала дни там не просто дни недели а и даты когда у меня это консультация мне все нужно записывать мозг как будто вообще переключился надеюсь это пройдет заказала еще также дефирин мой ретиноид который я продолжаю использовать у меня закончился отопалм и он был распродан я сейчас пользуюсь уходом от герлен но решила попробовать еще такой универсальный увлажняющий крем он бывает разным для жирной нормальной кожи и склонные к сухости у меня для очень сухой и сухой чувствительной это бренд цитофил и когда у меня закончится уход от герлен я открою его написано что номер один в рекомендациях доктором в америке насколько я понимаю и это именно такой восстанавливающий защитный крем богатый такой густой давайте откроем что тут нет ну консистенция не тугая он хорошо подходит тем кто использует активные компоненты какие-то в косметике типа там кислоты ретиноид ретинол и так далее конечно вы можете выбрать его и просто на постоянной основе ежедневной если вы не пользуетесь активами но это для тех кому нужно что-то прям такое жирненькое я говорю о креме для очень сухой и сухой кожи есть полегче версии также умывашка от отопалм она часто распродана наконец-то я ее поймала также как и очищающий бальзам от хэймиш я люблю их щербеты и этот с мандарином классический у меня был наверное раз сто пришло время взять этот я еще заказала кое-что прямо из кореи но из айферба быстрее доставили но не то чтобы прям сильно яркая душка для меня это только плюс я уже разогналась а тут как бы все заказ закончился небольшой но очень нужной я старалась не набирать лишнего а вот именно то что мне необходимо а на этом я буду заканчивать свой влог я надеюсь вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх и пока пока до новых встреч уже совсем скоро влога